Тот Соник Икс, который мы все с вами смотрели, на самом деле совершенно другой. В оригинальной японской версии герои постоянно употребляют алкоголь. Там также регулярно присутствуют женские персонажи с открытым декольте. В русской версии их либо вырезали полностью, либо уменьшили им грудь. Порой действия даже происходили в борделе. Было и немало персонажей, которые умерли в оригинале, а в роде адаптации, по сути, остались живы. В придачу были полностью изменены саундтреки, упущено множество важнейших эмоциональных моментов, зацензурированные пистолеты, звуки выстрелов и еще очень много всего. Это точно самое зацензурированное произведение, которое я когда-либо видел. Тот Соник, которого мы знаем, основан на американской версии, хоть и имеет некоторые от него отличия. Например, в опенингах. В оригинальной версии постоянно фигурирует алкоголь. В роде адаптации это заменяли всеми возможными способами. Например, тут из бутылки вина сделали салями. Это очень странно, учитывая то, что наличие алкоголя объясняет, почему герои далее по сюжету валяются где попало. В РУ-версии у них просто вырезали алкоголь и стало выглядеть так, будто они все просто уснули. В 17 серии в оригинале Наклз приходит в бар, а нам на Jetix показывали, будто он находится в бургерной. Только поглядите на то, как локализаторы вырезали бутылки и вставили картошку фри и прочее. Забавно, что они не вырезали пиво на столах у посетителей. Эх, типичный Макдональдс, где у всех вместо бургеров пивас. В целом, подобного в сериале очень много. Еще в 39 серии у Крокодила, когда тот пародировал Коломбо, вырезали сигару из рук. Помимо этого, Соник во второй серии в японской версии говорит слово «щет». Конечно, вокализации это изменили. В целом, подобные изменения понять можно. Просто, как я и сказал, они не везде последовательны. Что-то заменяли, а что-то оставляли. Большие преобразования коснулись наготы и прочих сексуализированных сцен. Начнем, пожалуй, с того, что у Соника и Тейлза в некоторых сериях есть фанатки. Например, вот эти косплеерши. Кадр, где присутствует эта девушка в топике, был вырезан. Далее, в 45 серии, после победы Тейлза в поединке в японской версии, им аплодирует толпа фанаток с девушкой с ярко выраженной грудью на первом плане. Версии Джетикса это заменили на обычных людей. Кстати, именно наличие этих фанаток и объясняет то, почему Тейлза смущался в следующем кадре, который вру версии оставили. Ну, коль мы заговорили про грудь, то стоит сказать про Руж. Все помнят эту летучую мышь. С ней вообще вышло очень странно. До 54 серии ее грудь совсем не трогали. А начиная с этого эпизода, начали всячески цензурировать. Где-то просто убирали ложбинку груди, которая придавала выпуклость. А где-то слегка уменьшали грудь. В какой-то момент локализаторам, видимо, уже так надоело исправлять ее бюст, что они просто решили полностью вырезать героиню из кадра. Хотя уже через полторы минуты в аналогичном кадре ее оставили. В чем вообще был смысл так делать? Возможно, такие резкие изменения были сделаны в силу того, что грудь Руж с 54 серии стала периодически выпирать больше, чем обычно. А может, просто кто-то накричал сверху. Не знаю. Руж также могла всячески шутить про секс. В 11 серии в оригинале она шутит над полицейской о том, что та любит грубо, намекая на ее предпочтение в постели. В РУ-версии Руж просто шутит над тем, что это полицейская старушка. Да, шутка не детская, но Соник ведь аниме. Что еще тут было ожидать? Вполне понятно, почему это вырезали. В 47 серии Наклс прибегает в бордель, где происходит много чего. В РУ-версии эту сцену длиной в одну минуту просто вырезали, а также поубирали следы помады у роботов Эггмана. К слову, эта сцена объясняет, почему они опоздали к Эггману. На самом деле, таких эпизодов было немало, и я вам еще не все их показал, но об этом еще поговорим ближе к концу видео. Как вы уже поняли, локализаторы всячески пытались понизить возрастной рейтинг этого аниме и убрать как можно больше взрослых моментов. Так, например, все звуки стрельбы были заменены на звуки лазеров, даже если стреляли из автоматов. Это звучит очень странно, послушайте. Время от времени локализаторы также убирали и кадры самим оружием, если оно существует в реальном мире. Но делали они это не всегда, что тоже очень странно и непоследовательно. Помимо этого, в некоторых сценах вырезали надпись «Ган», что переводится как «Пистолет». Конечно, это было сделано изначально для англоговорящей публики, но такое наследие получили и мы. К слову, надписи потерпели огромные изменения. В оригинальной японской версии множество надписей было на английском, но почему-то большинство из них замазали для англоговорящих зрителей и впоследствии для нас. Этого, правда, очень много в каждой серии. Причем порой одни и те же надписи в одной серии могли быть оставлены, а в другой уже замазаны. Скорее всего, это все связано с простой халатностью. Хотя иногда изменения надписей были обоснованными, потому что японцы могли делать их с ошибками. Например, в этой газете в 14 серии сразу несколько ошибок. Во-первых, японцы написали несуществующее слово «фалиси», хотя, видимо, хотели написать «фолс». Во-вторых, ниже написано «финсли», а должно быть «файнали». В 23 серии вообще сделали надпись «Донто стопу». Кто не знает, так японцы произносят фразу «дон стоп». В конце слов они добавляют гласные, чтобы им было легче выговаривать слова, так как символы в японском языке читаются слогами. Короче, суть в том, что они даже не умудрились залезть в словарь или посоветоваться с переводчиком, а просто написали по-быстрому от фонаря. Еще несколько надписей были обоснованно убраны из-за авторских прав. Например, как в этом моменте с Макдональдсом. А тут убрали звезду, чтобы избежать сходства с турецким флагом. А вот таблички в Сонике – это вообще, наверное, самый большой бред в истории адаптации чего-либо. Короче, в аниме нередко присутствуют таблички, на которых в оригинале что-то написано на японском. Герои используют их, чтобы передать какую-то мысль другим персонажам. Но дело в том, что в английской и русской версиях эти таблички просто пустые. Например, в 45-й серии герои с умными лицами смотрят на таблицу плей-офф, чтобы узнать, кто с кем будет сражаться. Но в русской версии там просто чертания таблицы без имен. Че они вообще-то могут смотреть? Я не знаю, это правда абсурдно. Они просто не удосужились хоть что-то там написать. Дальше. В сериале было вырезано нереально много сцен и кадров. Из них, наверное, целый сезон можно слепить. Сейчас я хочу поговорить именно про вырезанные сцены с жестокостью и смертями героев. Грубо говоря, в оригинале все друг друга постоянно бьют. То Эмми там как-то дает по шее Крису, буквально. То Эггман убивает крокодилов. То Соник бьет Эмми. Все, что я вам только что перечислил, было вырезано в версии Jetix. Хоть и многое из этого не такое уж и жестокое. Был также подрезан момент, где Шэдоу просто избивал Криса. В реверсии он его тоже бьет. Но там это не показывают. Забавно, что в 64 серии в дубляже показали воспоминания Криса о том, как Шэдоу его избивал. И там этот момент продемонстрировали уже полностью. Опять непоследовательность. В 37 серии в оригинале героиня с именем Мария умирает. Точнее, ее убивает спецназ после того, как она нажимает на рычаг. В РУ-версии после нажатия на рычаг ничего не происходит. И насколько я помню, нигде далее про ее смерть не говорили. В 64 серии точно так же в оригинале умирает героиня Молли. Она жертвует собой ради других. Из-за чего момент становится крайне эмоциональным. В дубляже этого просто нет. Никто не умирает. После этого в оригинале Шэдоу с Руж стоят на обломках ее корабля и говорят про ее жертву. Шэдоу также вспоминает о Марии, которая умерла в оригинале. В РУ-версии, во-первых, Шэдоу не вспоминает о Марии, так как она не умерла в дубляже. А во-вторых, в этой сцене нет никаких обломков. Ведь Молли тоже не умерла. Персонажи говорят, что Молли хорошая. И надеются, что у нее в жизни все будет хорошо. Супер странно. В 72 серии нам также не показывают, как Наклз пытается спасти персонажа с именем Зелкова из лавы, но у него не выходит и тот умирает. В дубляже он тоже умирает, но сама Минсмерти не показали. Почему локализаторы так маниакально боятся показывать смерть? Когда они просто вырезают жестокость, то их еще можно понять. Но когда они меняют сюжет, оставляя персонажа в живых, это уже не очень. Помимо этого, локализаторы также боятся сцены с Крисом в душе и вырезают ее. Адаптация прославилась и тем, что вырезала многие эмоциональные моменты и те, которые раскрывают персонажей. Так, например, из 51 серии вырезали флешбек Криса, где он вспоминает, как родители его оставили, когда он был маленьким. От этого у него и появились свои комплексы. Странно, что это убрали. Или, например, в 42 серии вырезали диалог Эмми с гонщиком, который хорошо раскрывает этих персонажей. Помимо этого, было убрано множество моментов с тем, как герои что-то представляют у себя в голове. Таким образом, если смотреть оригинал, то можно лучше понять, что герои чувствуют. Ведь в своих мыслях они максимально искренние. Наверное, наиболее показательной сценой в плане утраченной эмоциональности является предпоследняя 77 серия. В ней Тейлз долго решается пожертвовать Космо инопланетной девушкой, в которую он влюблен, чтобы спасти всех. Это крайне сильная сцена, где можно прочувствовать переживания Тейлза и его колебания. Он все время плачет, кричит и не знает, что ему делать. Вру версии, эта сцена гораздо короче, и в ней обрезаны эмоциональные моменты. После того, как Тейлз решается пожертвовать Космо, он в последний раз встречается с ее духом. Она прощается с ним и говорит, что любит его. То, что он всегда и хотел услышать. Вру версии, это тоже обрезано. Космо просто говорит, что не забудет его. И то, нам даже не показывают их стоящими рядом. Сцена полностью потеряла какую-либо силу. Подобного очень много, из-за чего мультсериал воспринимается совершенно по-другому в оригинале. Очевидно, что в дубляже он слишком детский. Когда я его пересматривал несколько лет назад, то не мог отделаться от мысли, что в версии Jetix он слишком обрезанный, поверхностный и скучный. Неудивительно, ведь локализаторы вырезали много того, что прибавляло этому аниме какой-то глубины. В общем, как вы видите, Sonic в оригинале и ру версии, это две совершенно разные вещи. Изменений настолько много, что в данном видео я не покрыл и малой долей того, что там есть. Всем большое спасибо за просмотр и еще увидимся.